Всем привет! Это видео о том, что делать в случае возникновения предупреждения системы безопасности Windows, не удалось проверить издателя драйверов, а также как отключить проверку системы цифровой подписи драйверов. Друзья, если вам нужно восстановить удалённые данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удалённым администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. При подключении компьютера нового устройства, Windows пытается найти и установить драйвер для этого устройства. Иногда можно увидеть уведомление, что драйвер не подписан, был изменён после подписывания или не может быть установлен Windows. Следует ли устанавливать неподписанный или изменённый драйвер? Если драйвер подписан издателем и достоверность подписи подтверждена центром сертификации, то можно быть уверенным, что драйвер выпущен именно этим издателем и не подвергался изменениям. Желательно избегать установки драйверов, если нет уверенности в достоверности источника и безопасности его содержимого. Первоначальная версия неподписанного драйвера действительно могла перейти от изготовителя устройства. Но если драйвер не подписан, то возможно, что кто-то его изменил. Ведь в настоящее время большинство изготовителей подписывают созданные ими драйвера перед их реализацией. Но если вы по какой-то причине решили отключить проверку цифровой подписи, то сделать это можно несколькими способами. Некоторые из них разные для Windows 7 и Windows 8 или 10. Первый способ для Windows 7. Отключить проверку цифровой подписи драйверов Windows 7 можно с помощью меню «Дополнительные варианты загрузки». Чтобы перейти к нему, перезагрузите компьютер. После логотипа BIOS и до анимации загрузки Windows 7 нажмите клавишу F8. Для надёжности можно несколько раз. В результате откроется меню вариантов загрузки операционной системы. Выберите, используя клавиши стрелки, пункт «Отключение обязательной проверки подписи драйверов» и нажмите Enter. После перезагрузки компьютера обязательная проверка подписи драйверов будет отключена. Второй способ для Windows 8 и 10. Отключить проверку цифровой подписи драйверов Windows 8 или 10 можно из среды восстановления. Детальное видео о том, как войти и пользоваться средой восстановления Windows 10, смотрите в другом ролике. Ссылка в описании. Для этого перейдите в Параметры – Обновление и безопасность – Восстановление. Здесь, под меню «Особые варианты загрузки» нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». После перезагрузки компьютера загрузится среда восстановления. В среде восстановления перейдите в поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Параметры загрузки. В меню «Параметры загрузки» мы видим, что отсюда можно перезагрузить систему для выполнения данного перечня функций, среди которых и отключение обязательной проверки подписи драйверов. Нажимаю «Перезагрузить». Система перезагружается. После чего запускается окно выбора нужного параметра. Выбрать нужный параметр можно, используя клавиши от F1 до F9. Нужный нам параметр «Отключить обязательную проверку подписи драйверов» расположен под номером 7. Значит для его выбора нажимаю F7. После перезагрузки компьютера обязательная проверка подписи драйверов будет отключена. Третий способ отключить проверку цифровой подписи драйверов будет, наверное, самым простым и самым правильным. И подойдёт как для Windows 7, так и для Windows 8 и 10. Этот способ предполагает изменение настроек редактора локальной групповой политики. Чтобы запустить её, нажмите сочетание клавиш Windows Plus R. В поле инструмента «Выполнить» введите команду «GPEDIT MSC». Детальные видео об инструменте «Выполнить» и его командах уже есть на нашем канале. При желании переходите по ссылке в описании. ОК В открывшемся редакторе локальной групповой политики переходим в «Конфигурация пользователя», «Административные шаблоны», «Система», «Установка драйвера». В правой половинке окна находим политику «Цифровая подпись драйвера устройств». Кликаем на ней дважды. Данная политика определяет действия системы, когда пользователь пытается установить файлы драйверов устройств без цифровой подписи. По умолчанию она включена. То есть система проверяет цифровую подпись драйверов, и не позволяет устанавливать те, которые не имеют цифровой подписи. Чтобы отключить такую проверку, выберите «Отключено». Если выбрать «Включено», то можно выбрать действия системы в случае обнаружения драйвера без цифровой подписи. Пропустить, предупредить или блокировать. Выберите «Желаемое». Для сохранения изменений нажмите «Ок», «Применить». Конечно выбор всегда за вами, но не так часто приходится переустанавливать драйвера. Поэтому лучше лишний раз прочитать предупреждения и подумать, чем потом искать проблему. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.